Я хочу вам показать, как я организовала свой мини-быт, так скажем, потому что после Кесарева, конечно, ты в основном лежишь, да, ты встаешь, но, естественно, активность гораздо меньше, чем раньше. И поскольку я всегда была в кровати и сейчас я больше стараюсь лежать, да, конечно, я сегодня уже пылесосила, я пылесосила, кстати, с третьего дня, как оказалось, дома, да, а в больнице я была 36 часов ровно, я потихонечку брала свой Дайсон и пылесосила аккуратненько, даже пол помыла, как-то я помню. В общем, чтобы все было под рукой, чтобы куда-то не ходить, я вот, когда встаю, если уж я встала, я себе готовлю вот такую вот корзинку, все, что необходимо для малыша и для меня. Она всегда у меня находится где-то рядом с кроватью, значит, это вот одноразовая пленка, чтобы переодеть салфетки слипи влажные. Они ароматизированные, но меня медсостры научили в больнице просто их смачивать водой и запах уходит. Вот это вот просто моя палочка-выручалочка, потому что, когда кормишь грудью, конечно, грудь в самом начале кормления начинает болеть, она начинает трескаться. И вот этот вот крем на основе стопроцентного ланолина. Этих кремов миллиард, в Турции этот самый популярный, лансинох он называется. Но крем вот этот вот, о нем оставляю хороший отзыв. Потом пудра под памперс, это и пудр, и лосьон одновременно. Я не пользуюсь прям каждый, 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 каждый божий день и божий час, но иногда наношу. В принципе, неплохая вещь, она выглядит как крем и чуточку, чуточку подсушивает, скажем так. И сама я тоже иногда ею, кстати, пользовалась, когда еще беременная была. Так, почему-то вот один носок у меня, вот почему-то все теряется, я не знаю почему, но вот как-то с ребенком все постоянно теряется. Вместо антицарапок рекомендую носочки. Антицарапки, почему-то все, которые у нас есть, они все сваливаются. А вот те антицарапки, которые как бы встроены в бодики, мне такое ощущение, что они как в тюрьме. В тюрьму в оковы сажают ребенка, а вот носочки очень удобно вместо антицарапок. Здесь всякие переодевалки, всякое множество одежды. Мы одеваем в длинный рукав, у нас постоянно работает кондиционер на самый-самый такой минимум ночной режим, но потихонечку работает. Шапочка обязательно, вот фартучек, фартучек для докорма. Памперы, кстати, надо доложить, все заканчиваются. Потом прокладки для груди, это мне... Ну, я не знаю, есть ли в них такая серьезная необходимость, но когда мажешь этим жирным кремом, чтобы не спачкать одежду, я пользуюсь ими. Так что, еще носочки, носки, кстати, я никогда не думала, что носки это такая необходимая вещь, правда необходимая. Там можно ребенка держать полуголовно, носки как-то вот обязательно. Вот, такая у меня вот корзина первой необходимости. Еще у меня есть такой блокнот, но я туда записываю все подряд. У меня тут вот и обучение по картам Таро было, и с одной стороны, и с другой стороны. Кстати, вот эти вот чешуйки не очень приятно держать в руках. Ну, он смотрится очень красиво. В общем, мне моя мама посоветовала записывать часы, когда ребенок поел, и какой перерыв. Потому что я очень переживала, что он недоедает, что у меня нет молока, что... Ну, в общем, что я что-то делаю не так. У меня вообще началась истерия, я поняла, что я себя загоняю. И мне мама сказала, если ты хочешь быть поспокойнее, просто записывай, когда он ел. И посмотри, какие перерывы. Поскольку первый месяц вообще он самый сложный, и пытаешься установить какую-то связь с ребенком, какой-то режим с ребенком. Но вы друг друга еще не знаете, по сути. И я стала записывать, что вы думаете. Но все кончилось тем, что у меня вообще ребенок, он постоянно на груди. Он постоянно на груди. То есть я не могу идентифицировать, когда кормление закончилось. Можем так и два часа с перерывами посидеть. Там, не знаю, 15 минут поел, полчаса перерыв. Потом еще 10 минут поел, еще полчаса перерыв. И по факту это не интервал в два часа, которым говорят все педиатры. Два часа перерыв, потом грудное вскармливание, потом два часа опять перерыв. Если вы докармливаете смесью, перерыв будет больше. Потому что для смеси требуется больше времени для переваривания. Молоко грудное лучше усваивается. Пока что я, чтобы не двинуть кони, чтобы не хоть как-то высыпаться, я докармливаю смесью в ночное время. То есть я перед сном, после груди еще даю смесь, и ребенок с удовольствием ест. То есть я так полагаю, что пока что, может быть, у меня не установилась лактация, как должна была установиться. Может быть, так. Есть много противников докармливания, есть много сторонников. Я считаю, что... Мой муж, кстати, тоже так считает. Он носит ребенка постоянно взвешиваться к педиатру. У нас тут просто рядом с домом есть семейный врач. И, знаете, лучше сытый ребенок, чем вот эта вот вымученная польза, скажем так, от грудного молока и голодный ребенок. То есть какая-то там польза, конечно же, есть. Я не отрицаю ее. Но просто морить голодом, мне кажется, это, честно говоря, не выход. Фу. А наконец-то я села. Малыш спит. Я все весь день пытаюсь снять кусочек этого видео и как-то не могу себя организовать. Наконец-то я сходила в душ. Вот не могу я начать снимать видео, не сходи в душ. Я не знаю, почему так. Хотя это же всего лишь видео, да? Так. Не могу собраться с мыслями никак. У нас жарко по-прежнему и по-прежнему очень влажно. И вот даже когда ты сушишь волосы, они вот такие вот, видите? Ну, такие как мочалочка. Их надо прям вытягивать, вытягивать. Но это бесполезно. У меня здесь сидит моя морда рыжая, кошачья. Малыш спит в другой комнате. Так, сегодня, значит, уже чуть больше, чем неделя. Нам даже не верится, как быстро летит время. Я хочу немножечко рассказать, как все произошло. Вообще рассказ про роды будет у меня, конечно же, отдельный. Это достойно отдельного внимания. Ну, я вам вкратце расскажу, как все произошло. Напомню, у меня было запланировано кесарево сечение. У меня никаких противопоказаний к естественным родам не было. Но поскольку я первородка в 39 лет и достаточно крупный плод по треским меркам, Турки прям очень пристальное внимание оказывали мне, моему малышу. 4100 где-то он родился, 450-400 он родился. Когда мы вышли, он, естественно, потерял там 200 граммов. Они уделяли огромное внимание. И они не хотели брать никакие риски. То есть долгожданный ребенок и естественные роды, прохождение через родовые пути, Это всегда есть небольшой риск кислородного голодания. Увеличивает, естественные роды увеличивают такой риск. Плюс неэластичность тканей, возможно. Чем старше женщина, тем у нее менее эластичные ткани. Поэтому у меня было запланировано кесаревое сечение. Я этот факт приняла. Знаете, я не самодур. Я не буду до конца биться. И мне кто-то писал, ты должна была настоять. Вы знаете, я доверяю врачам. И у меня нет медицинского образования. Начнем с этого. Я не считаю, что женщина должна прям порваться на звезду или на немецкий крест. Но должна обязательно родиться сама. Вообще есть такая тенденция, знаете, в интернете. Особенно, вот я замечаю, пишут. Вот я сама, а ты не сама. Девочки мои хорошие, мы все с вами сами. И я сама, и вы сама. Я тоже родила сама при помощи кесаревого сечения. И я вам скажу, если вы думаете, если многие думают, что женщины, которые не хотят сами рожать, делают себе кесаревое, это поиск легкого пути. Я вам скажу, что легкого пути в родах нет. Нет. И там боли будет не меньше. Просто она будет потом. Вот. Я могу сказать, что мне стало, конечно, гораздо лучше. Но, конечно, я не такая же, как раньше. Энергия у меня есть. Но мне просто больно элементарно что-то делать. И мне нельзя это делать. По квартире я хожу, передвигаюсь. Вообще, самое сложное – это встать. Встать, потому что как-то все затекает, и нужно обязательно двигаться. Да, мысли мои скачут. В общем, самое главное – двигаться. Двигаться, не засиживаться. У меня было запланировано кесаревое сечение. По-моему, на среду. Мне уже, дай бог памяти, в среду как раз-таки у нас было бы 39 плюс 3. Но я чувствовала, честно говоря, что малыш попросится раньше. И в воскресенье вечером я себя очень странно чувствовала. Вообще в воскресенье весь день я очень странно себя чувствовала. У меня живот был какой-то вот странной формы. Малыш все время группировался. Он становился то треугольным, то квадратным. И я не могла найти себе место. Просто я очень-очень странное состояние. Вот ты не лечь, не встать, ничего. Вот ты как-то беспокойно себя чувствуешь. И не дышать уже ничего не можешь. И думаешь, боже, пожалуйста, давай родимся сегодня. Так оно и произошло. У меня отошли воды ночью. Ну, как ночью, в 11 часов вечера. А в 12.30 Миша уже у меня был на руках. Собственно говоря, мы поехали в нашу клинику. Ну, мы поехали в Аджиль-сервис. Аджиль-сервис – это сервис скорой помощи, да, скажем так. То есть ты как срочный больной проходишь. Мне быстро, быстро очень сделали операцию. Это был не мой врач. Это был врач дежурный. Я очень довольна работой, вообще бригадой. Очень благодарна врачам. Я очень довольна качеством просто медицины. Да, я ругала турецких врачей в области отслеживания беременности. Но то, как проходит уход за роженицей, всякие обучающие, образовательные программы, кстати, идет очень активный, я бы даже сказала, прессинг по поводу грудного вскармливания. Здесь прям очень на этом настаивают, обучают. И я вам скажу так, что когда вы родите, ваша грудь больше не будет принадлежать вам. Не знаю, мне кажется, зашло человек пять в мою палату и проверили мою грудь, есть ли у меня молоко или нет. И они помогали. И реально мне этих фей прекрасных, у них вот дома сейчас не хватает на самом деле. Какой-то совет, может быть, дать, может быть, где-то что-то подсказать. Нужен какой-то старший товарищ, профессиональный. В общем-то, значит, что здесь делают турчанки? Здесь очень советуют именно встать под горячий душ и прогреть грудь. Тогда молоко быстрее придет, они так считают. Чай с молоком и с финиками. Но честно я вам скажу, вот мне специалист по грудному вскармливанию говорила, что просто нужно пить воду на самом деле. Вот и все. И питаться правильно. Уже давным-давно выяснили, что у кого-то что-то вызывают газики, у кого-то что-то не вызывают газики, у кого-то вызывают аллергию один продукт, у кого-то не вызывают. Поэтому мы едим все и новые продукты вводим по чуть-чуть. Вроде бы вот так вот. Значит, по поводу имени. Мы назвали ребенка Миша. Микаиль – это еврейское имя по большому счету. Мария – тоже еврейское имя. Датьяна, например, греческое имя. Эти имена, если начать изучать историю религии, они в принципе… Это книжные имена. И, конечно же, называя ребенка, хотелось бы подумать о его будущем, чтобы ему комфортно жилось с этим именем. Понятное дело, что можно назвать ребенка очень красиво, но если он приедет там к моим бабушке и дедушке, и там никто это выговорить не сможет. И зачем, да? Хотя сейчас модно называть детей Аврорами, Миронами, Евами. Сейчас уже Тань, Маш и Свет как-то почти практически не осталось. Так же, как и Зин, мне кажется. И зовут его Микаиль. Можно было его назвать Микаэль. Но мы назвали Микаиль. По-русски это Михаил. Миша. Как угодно. Очень удобно на самом деле. Мы именно и искали такое имя, чтобы вот оно было приятно звуку. Но не звуку, а уху. Я вам скажу, что я посмотрела по статистике, как называют, по статистике Турции, как называют детей. Турции в основном Микаиль модно среди верующей части населения. Но это понятно. Верующая часть населения очень любит называть там Мухаммед, не знаю, Иса, например. Хотя вроде бы в исламе это... Не знаю, в турецком исламе. Ислам везде разный, как показывает практика. Традиции везде разные. В турецком исламе Иса не приветствуется. Да, это слишком как бы... Это имя пророка не приветствуется таки имена. А Микаиль это ангел. Архангел Михаил. Есть архангел Гаврил, он же Джибраил. Но среди русско-турецких браков, русскоговорящих турецких браков, очень популярна София. София, да, для девочек. Очень популярны Денизы. Денизы это море, да, по-турецки. И Дениз, ну у нас есть Дениз, да. Можно девочку-мальчика так называть, кстати, Дениза. Ну, странно, да, если бы звучала по-русски девочка Дениза. Ну, поэтому так часто называют мальчиков. Кстати, Дениза и София. Мне очень нравится имя София, кстати. Дениз мне как-то вот так не очень, потому что оно и для девочки, и для мальчика. Но вот оно очень популярно, и хотелось бы что-то оригинальное, хотя оригинальным быть сложно, когда выбор на самом деле не очень большой среди имен. А называть цветком, ветром, как называют турки своих детей, мне, наверное, не очень бы хотелось. Вообще, честно вам признаюсь, состояние, конечно, нестабильное. Состояние, ну, мне многие об этом писали, что очень легко может тебя расстроить любая мелочь. Какой-то становишься ты очень чувствительный. Во время беременности ты как-то поспокойнее себя ведёшь. Но я вам честно скажу, что у меня вот последний месяц у меня не было токсикоза, как такового в последнем месяце. Но у меня началась страшная проблема с едой. У меня были постоянные какие-то пристрастия. Я не могла насытиться. Я постоянно искала какие-то новые вкусы и ничего не хотела. Я хотела есть, но я ничего не хотела. И я, честно вам признаюсь, я очень устала от этого состояния, потому что завтракаешь, и ты начинаешь думать, что тебе снова съесть, что тебе приготовить на обед, и ты думаешь только о еде, но при этом ты ничего не хочешь. У меня вот было так. И у меня постоянно был какой-то привкус во рту. Меня постоянно начало тошнить, потому что у меня очень сильно малыш давил на диафрагму. Мне было тяжело дышать. У меня было вот ощущение, что меня здесь вот кто-то прям держит. А вот сейчас после родов это всё прям раз. Ты такая лёгкая-лёгкая, как пушинка. Если бы не боль. Да, кстати, я начала подвязываться. Я не знаю, мне свой живот даже вам, честно, показывать не хочется, потому что, ну, с весом беда, девочки. Я не знаю, кто-то мне обещал минус 10 килограмм. Нет такого. Ушло там, может быть, 5-7. Но у меня много лишних килограмм. У меня не 10, у меня больше гораздо. И живот такой, знаете, хороший, такой седьмой месяц. Но я подвязываюсь. Обычная простылка длинная. Просто нужно создавать каркас для своих внутренних органов. Очень, кстати, удобно. И не надо изобретать велосипед. Кто-то там Бен Кунг себе покупает. Этот вот длинный, огромный Бен Кунг. Бен Кунг, да, он, кажется, называется. Но что я с ним потом буду делать? Где мне его сейчас шить? Где мне его искать? Можно подвязаться просто полотенцем. Можно подвязаться простылкой. Главное, чтобы, вроде бы, чтобы это не было чем-то эластичным. Потому что все вот эти вот корсеты, которые пост-родовые, они же не шьются на вас индивидуально. У кого-то длиннее торс, у кого-то короче торс. И может быть так, что он просто вам будет не подходить, этот корсет. Поэтому лучше индивидуально подвязаться вот просто не тянущейся тканью. Моя мама в свое время подвязывалась, по-моему, чем-то льняным, она говорила мне. В общем, не важно. Главное, чтобы не тянулось. Я как на куриной фабрике живу. У меня сосед завел куриц. Представляете? И они у него там с петухами кукарекуют вечно. Друзья, у кого, если вы мать, даже если вы не мать, я вам очень рекомендую кресло-качалку. Это успокаивает и вас, и ваши раздраженные нервы. И очень хорошо укачивать малыша. Да, вот в последнее время новая привычка спать на кресле-качалке. Ну, и я тоже, знаете, засыпаю, хотя не стоит это делать, но тем не менее. Сидим, слушаем, кудахтанье куриц. Камчеги куриц. ПОДОЕ. ПОДОЕ. Продолжение следует...